Девушки отдыхают От этого мне хочется кричать! Блядь! Поскольку воюем, по сути, за одну и ту же сторону, Китай не сильно отличается от СССР по сравнению с теми, с кем он попадает, ну а главные характеристики машин тоже одинаковые. ИСУ-122, на мой взгляд, скромный, является машиной, которая попала в тень, и разглядеть в ней, в этой тени, какие-то хорошие положительные качества достаточно проблематично. Не поймите неправильно, ИСУ-122 это не кактус, но с другой стороны, выбирать её для игры на постоянку и даже проходить её, это не самое интересное занятие, на мой взгляд. Почему? Давайте разбираться в этом ролике. Первое, из-за чего и, собственно, происходит весь этот сыр-бор, это то, что ИСУ-122 находится на боевом рейтинге 5,3. А на боевом рейтинге 5,3, как известно, есть и ИСушка со 152-мм орудием. При этом 152-мм пушка хоть и формально перезаряжается дольше, но что первое, что второе, занимает практически вечность, а реальная разница составляет всего лишь какие-то жалкие полторы секунды. И 122-мм выгоды в этом плане совершенно не имеют. Если 152-мм орудие в ИСУ-152 перезаряжается 22,7 секунды, то наше 122-мм орудие А19 перезаряжается 21,3 секунды. По сути, это абсолютно печальный результат, и он нам никак, естественно, очков ценности не прибавляет, поскольку зачем нужно 122-мм, когда есть 152, с той же самой, по сути, перезарядкой. Из плюсов можно выделить только то, что снаряды более пробивные. Однако использовать это как главный аргумент не стоит, поскольку 152-мм орудие имеет, помимо бронебойных, ещё и кумулятивы, так что здесь собака надвое пролаяла. К тому же урон 152-мм боеприпасов гораздо более весомый, и на них получить какие-то странные недамаги гораздо сложнее. К этому можно отнести и пробитие 152-мм орудия. Оно, конечно, меньше, но на своём боевом рейтинге его за глаза. А ИСУ-122, не получая, по сути, ничего, выигрывает в пробитии банально там на 30 мм. И как-то это всё грустно звучит. Что же мы ещё имеем? Ну, естественно, отсутствие углов наведения, что по горизонтали всё не очень хорошо, что по вертикали, от минус 3 до 20 градусов наверх. Да, у нас вполне адекватная баллистика, которая подстать такому орудию и летит снаряд со скоростью 800 метров в секунду начальной. Но нам катастрофически не хватает зума и нормального урона по лёгким целям. Если с крупными цельми справиться ещё можно, хотя попадая тем же пантерам в башню и тиграм, мы можем их не уничтожить ваншотом, что как бы автоматически нам выписывает путёвку в ангар. Но вот то, что мы не можем уничтожать пум залётных на этот боевой рейтинг и самое главное всяких там хелкотов, это очень грустно. На этом боевом рейтинге их довольно много, и попадать с ними в бой это самое худшее, что случается с нами. Поскольку если те же самые тигры и пантеры хотя бы получают урон, то хелкоты нет, и иногда на них приходится потратить не два снаряда, а даже более, что естественно неприемлемо. А попасть, опять же учитывая не очень хороший зум, довольно жирные риски в прицеле и естественно криво работающий хулбрейк, это всё становится делом практически невыполнимым. Но в целом, если говорить и играть аккуратно на ИСУ-122, то на ней можно делать фраги, но высокую результативность надеяться правда не стоит, поскольку такая длительная перезарядка накладывает много ограничений, и когда это не подкрепляется другими характеристиками орудия, становится грустно. И поэтому ИСУ-122 это грустный аппарат, на нём весело понагибать естественно не получится, дай бог на некоторых картах можно удобно занять позицию, но не более. Переходим к следующим характеристикам ИСУ-122. Бронирование. Бронирование здесь достаточно нормальное, но большего о нём и не сказать. 90 мм во лбу везде, 90 мм местами в бортах в нижней части и 75 в бортах рубки. Это немного, но на нашем боевом рейтинге всё ещё встречаются машины, которые могут нас с большой дистанции при определённой доле везения не пробить или даже в упор, если вы вдруг ромбанули. Но любой маломальский знакомый с этой машиной человек никогда и не будет стрелять вам под неприятными углами. У вас есть косы рубки, куда он с удовольствием зашлёт вам снаряд, используя просто мобильность свою зайдёт под таким углом, где наверняка вас пробьёт, ведь в среднем пробитие орудия на данных боевых рейтингах около 140 мм, и это естественно спокойно берёт нашу броню на расстоянии до километра практически гарантированно. Всё остальное это лишь дело случая, поэтому ИСУшка не очень-то и живёт. Если говорить о рентгене, то всё так же плохо, как и на 152-мм версии. Экипажа всё так же 5 человек, и единственное, что может вас спасти при попадании, это то, что казённик поглотит урон, хотя случается это нечасто. Ну и конечно же топливный бак прямо в боевом отделении и огромное количество боекомплекта, естественно из-за раздельно-гильзового заряжания, занимающего здесь огромное количество места. Так что по факту ИСУ-122 живёт только если вам повезёт, во всех остальных случаях вас прекрасно пробивают, и если и не делают ваншот, такое бывает и не так уж чтобы редко, то в любом случае оставляют без экипажа, когда вы не можете выстрелить, ну а там для противника-то дело техники перезарядиться и вкатить вам ещё раз. Ведь уехать на ИСУ-122 куда-то будет задачей непростой. Да, построена она на базе ИСА, и вперёд-назад на нормальном грунте она неплохо и динамично разгоняется, но на этом все прелести данного танка, самоходки, заканчиваются. Поворачивает ИСУ-шка крайне неохотно, вместе с медленным наведением орудия это создаёт не очень приятный коктейль. Более того, у нас есть проблемы на слабых грунтах, естественно из-за высокой массы машины в 46 тонн и недостаточной на неё мощности двигателя в 520 лошадиных сил, мы получаем порядка там 11 лошадей на тонну и чувствуем себя как тяжёлый танк. А это значит, что на многих картах мы будем себя не очень-то уверенно куда-то перемещать. Для нас есть три типа карт. Первый, на котором нам играется более-менее нормально. Это относительно неперекопанные карты, где мы можем найти себе хоть какую-нибудь позицию и доехать до неё, не получив при этом в борт. Второй тип карт это огромные карты, на которых ИСУ-шка чувствует себя хреново из-за большой перезарядки и не самого удобного зума. И третий тип карт это карты типа нового порта, где есть лишь небольшое количество мест для перестрелки, которые, не факт, что будет в вашу пользу, а всё остальное, занимают места с плотной городской застройкой или около того, где вам спокойно могут выйти в борт и насадить вас на шампур. Шансы на этой карте сделать один фраг велики, а дальше вы, скорее всего, отправляетесь в ангар. В общем и целом, если подводить некий итог, то ИСУ-122 это боец хрен пойми какого боя. На дальней дистанции, на мой взгляд, не хватает возможности точно вести огонь. На ближней дистанции не хватает характеристик самой платформы. Мы банально не можем успеть за целью и нас, естественно, крайне болезненно. За это бьёт отсутствие башни как таковой и медленное наведение. На средней же дистанции, ну, есть гораздо больше других интересных машин, которые могут себя на ней же чувствовать лучше. Например, на том же 5.7 вы можете получить, по сути, ИС-2, который будет защищён лучше, который будет передвигаться не хуже, с башней и с тем же самым орудием, который перезаряжаться будет приблизительно, в общем-то, так же. Но при этом вы ничем не будете за это расплачиваться. В плане того же БРа мы всё равно играем зачастую на 5.7. Попадание на более низкий БР для нас сродни чуду. И даже если это происходит, то на 5.3 есть аппараты, которые доставляют нам головную боль. Для ИСА же даже попадание на 6.3 не будет головной болью. Нас же на этом боевом рейтинге просто банально изнасилуют. Поэтому ИСУ-122 не имеет изюминки. Если 152-мм ствол на этом же аппарате придаёт ей некого шарма бабахи, из-за которого ей можно управлять, и это доставляет определённое удовольствие, даже результативность, естественно, на ней будет выше за счёт адского урона, то 122-я ИСушка не дотянула по скорострельности, на мой взгляд. Если бы у неё было время перезарядки в районе 16-17 секунд, можно было бы сказать, что да, это самоходка, она не очень удобная, но при этом на ней более-менее хоть как-то с такого калибра можно пристреливаться и уничтожать врага. Ну, в общем, у неё был бы какой-то хотя бы небольшой плюс. В данном же случае мы получаем аппарат, который мало на что способен и непонятно для чего существует в игре. Поэтому иметь его у себя в ангаре, конечно, можно и скорее всего нужно, но кататься на нём никакого резона не существует, на мой скромный взгляд. На этом на сегодня буду заканчивать. Прокачайте себе лучше Hellcat и на нём нагибайте, а это оставьте для других каких-нибудь людей с нетрадиционной ориентацией в выборе танков. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу именно 122-х миллиметровой версии ИСушки, а я пойду пилить для вас новый контент. Всем спасибо за просмотр, не забываем о блогерской чепухе, поддержке канала, ну и вот этого всего. А я отчаливаю. Пока-пока.